Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля. И это будут пустые баночки. Скажу сначала, у меня на губах... Копирую Аленку. Правда, она, по-моему, это говорит в конце видео. Аленка, если вы не в курсе, еще не подписались на ее офигенный канал. Это моя подруга Ирол. И сейчас она называется С. Елена. Короче, у меня сначала был нанесен вот этот бальзам. Из Таиланда присланы Лёльки из Тюмени, которая послала мне огромную посылку. Самая крайняя после этого видео на канале с обзорами посылок. Кстати, очень классный бальзам. Салуэ Вера. И потом блеск для губ. По-моему, тоже от Лёльки. Если в руке я спутала, поправьте меня в комментах. И Гамен на сайт. Это у нас Прима Глоб. Сайн, Сайн, Сайн. Эссенс. Очень классный. Сладенький такой, вкусненький. И даже моя родня его одобрила. Но у меня иногда бывают такие помады, которые моя тетя, допустим, считает, что жуть по цвету. И еще мордочка моя протерта вот этим тоником от Алены из Украины. Но, как мне сказали в каком-то стриме, это вообще не украинская марка. А типа вроде как США. И еще тут что-то есть, и она еще не пустая баночка. И еще у меня тут вот эта вот первая пустая баночка, хотя она нифига не пустая. Лак у меня на ногтях. Я даже смывать его не стала. Оставила так есть. Короче, да, этот видос я буду монтировать. И даже, скорее всего, там вот обложечка. Да-да, у меня наконец-то более-менее появляется свободное времечко. И у меня практически уже все тут вот, практически все уже в абсолюте. Ну так, мелкие какие-то мелочи надо делать. Я даже хотела сегодня снять на балкончике, но думала, чтобы вот долго соображаться со штативом, что куда ставить, плюс еще у меня там слегка еще небольшой бардачок. Хотя у меня уже есть стиралка. Я ее вчера затестила. Слушайте, стиралка автоматическая, это какое-то вау. Ну да, для тех, кто никогда ее у себя не держал. Так, ну и в общем, это что у нас? Не то, чтобы он закончился. Лак Фаберлик, по-моему, мне его Аленка дарила. Потому что Фаберлик мне обычно дарит или Аленка, или Настя Лукьянова, которую я вижу раз в туалет подружка Аленки. Тоже, кстати, ведет блог. По-моему, так и называется Настя Лукьянова. Если я еще ничего не путаю, то, возможно, у меня все еще есть ссылка на ее канал в этом. Там в квадратике интересные люди или как-то так на основной странице канала. Короче, это у нас Фаберлик. Номер этого самого Фаберлика. Если это тот номер, то 6324. Может, тут какой-то номер. Красный красивый лак. Но, блин, я им вообще мало как-то пользовалась. Ну, можете, конечно, им часто пользовалась в той квартире. Хрен знает. Тут еще как-то, вот он у меня уже весь кубик закрасился. Но, вот видно, что там, ну, где-то на одну треть, может, он заюзанный. И все бы ничего, но он стал как-то странно наноситься. Не то, чтобы он загустел, но, как я заметила, Фаберликовские лаки, если растворять, допустим, как обычные какие-нибудь там... Когда я еще не вела канал, когда у меня еще не было интернета, когда мне еще было лет 12 типа того, и мы какой-нибудь лак засохший растворяли какой-нибудь жидкость для снятия лака, и все было ништяк. В общем, вот это с этим не сочетается, как я заметила. Оно как-то не растворяется и не доходит до жидкой нужной консистенции. Короче, мало того, что он загустел, он стал мазаться фигово, потому что загустел, он еще и стал мазаться какими-то комочками. И неравномерно, ну и цвет, в принципе, красивый. Но приказал долго жить, и я решила, что... Я еще и намазаться решила, намальваться перед тем, как снимать видос. Еще глядя в анимешку, которую сейчас смотрю, студенческий совет школы хоккео. Кажется так, хоккео вообще. Но почему-то я эту школу хоккео стабильно читаю хоккео. На самом деле вообще не помню. Но не суть важна. Короче, я его красила, ногти под аниме. Я вот-то вижу, а вы-то не очень. Тут вот до сюда, да, вот где-то на одну треть он реально заюзанный. Придется его выкинуть. Первая пустая баночка. Тут у меня есть пакетик замечательный. Тут много всяких пустых коробочек из-под чая. Очень стонтанный видос. Ну, в смысле, я его планировала, но я хотела еще какое-что обозреть. Но оно, в принципе, еще не закончилось, поэтому я его не обозрю. Ну, это, скажем так, пакетированный чай. Так, у меня там ничего, этот блеск не задел. Нет, утю какой я. Я даже этот момент не буду вырезать. Срежу только на отшало и канат, где я протягиваю руку и нажимаю на кнопочку. Камера, которая, Сонька, которая стоит на мелком штативе. В общем, у меня там почти заканчивается чай Краснодар, Краснояр. Тот чай, который в пакетиках прислан Лёлька из Тюмени, из той большой посылки, которую я недавно упоминала в этом видео и, соответственно, недавно обозревала на канале. В общем, хороший чай, хоть и в пакетиках. Мы его заценили с моей тетей, мы его заценили с моей подружкой. Брат её почему-то отказался, мелкий. Может, маленькие дети в 12 лет еще чай не пьют, не знаю. Не помню, потому что я-то чай стала нормальный пить где-то лет в 16, зеленый. И черный-то примерно так же. Короче, Тес Хэрбл Ти Лайт Матэ Ройбуш Мята. Это еще, в общем, у моей тети, будучи учителем, ей периодически дети дарят. Ну, я думаю, что это не только дети учителям дарят. Вообще, ну, короче, ей как-то подарили чай. И там был вот такой в наборе вот такой вот коробочка. И это не то, что ей захотелось бы. И он у меня пару раз пился, потом я про него забыла, потом он у меня как-то не шел. И тут я его заварила и что-то перезаварила. В общем, ну, много так нафигачила. Тут половинка, наверное, его оставалась. Нафигачила я его, короче, селезаварочный чайник и пила. И вдруг я поняла, что этот чай ждал своего момента. Вот так хорошо пошел без всего совершенно. Вкусный чай довольно. Но он все-таки на более теплое время года. Как я уже говорила, тут Матэ Ройбуш Мята. Но на самом деле тут Матэ Ройбуш, лимонная сорга, лимон, лист черной смородины и мята. 30 грамм изначально было. Причем, такой хороший, интересный чай. Если вы любите, допустим, Матэ Ройбуш, мяту, точнее Матэ Ройбуш там или что-то в этом роде, то вам оно пойдет. Но все же ему лучше пить, когда тепло. Потому что зимой он как-то не очень идет. По крайней мере у меня. У меня тут еще какая-то... А, это не коробочка из-под чая. Это я сегодня вскрыла мыло. Мыло от Лельки из Тюмени. Из той самой огромной посылки уже третья отсылка к ней. Мне кажется, она канал не ведет, поэтому ссылки на нее не будет. Я даже не очень уверена, есть ли у нее аккаунт на Ютубе, потому что мы с ней общаемся в ВКонтакте. В общем, это чистая лидия. Как она мне сказала, это новинка чистой линии. Больше мыла, меньше цена. Тут 90 грамм. Оказывается, те упаковочки, которые она мне присылала на день рождения. Четыре мыла чистой линии. Там были 75 грамм. Я как-то это... Только недавно заметила разницу. Косметическое мыло подходит для лица, рук и тела. С натуральным экстрактом розы и пеким маслами. И вот я помнила, что она розовая. Я что-то ожидала, что она будет пахнуть розой. Но экстракт розы-то не значит, что будет запах такой. Но запах, в принципе, приятный. Чистая линия, фитотерапия, роскошная роза. Вот. Коробочка. Сейчас она у меня в действии. Оно не глицериновое, как, допустим, у меня предыдущее мыло было чистой линией. Тоже с ромашкой. Вот оно было такой вот. Ну, знаете, такой вот формы. Как полулепесточек такой вот. Изогнутый. Чистой линией, значит, было с ромашкой. Глицериновое, кстати, очень классное мыло было. Я им даже пару раз мылила тушку вместо геля для душа. Вот. Один раз намылил губочку, и на всю тушку хватит. Этого пришлось два раза намыливать губочку. Не знаю, сейчас реально. Но хорошо. Правда, на коже никакого аромата нету, но очень хорошее мыло вообще. В общем, спасибо лёльке, спасибо чистой линии. Вообще, я люблю мыло чистой линии. И кусочками, и жидкое. Вот я решила показать баночку, в смысле, коробочку. Хоть она ещё только-только открылась. Тут у меня что такое. А, тут у меня закончилась шоколадка. Шоколад горький. Там ещё наклеечка такая была на нём, ну и на нём послание. Но так как там было всё-таки что-то послание, а это я буду уже утилизировать, потому что на бумагу её можно или в саду сжечь, или сдать на переработку. Вот это будет, скорее всего, плохо сжечься, потому что оно тут такое как-то, ну покрыто такой лакированной пюнёй. А вот это нормально хажётся. Это, в общем, очень хороший шоколад. Кондитерская фабрика Победа. Я думала, что она питерская, потому что там что-то было Питеру посвящено. О, кстати, оказывается, называется этот шоколад горький постный. Сахар, какао тёртая, какао-маста, какао-порошок, соевый рецептин и ароматизатор ванилина. Кстати, очень хороший шоколад. Единственное, что-то он, я вообще раньше очень любила чёрный шоколад, а потом меня поперло на молочный периодически. Но всё равно как-то чёрный превалирует. И, в общем, чё-то не шёл у меня этот шоколад. Пару кусочков съела с чаем, забыла, положила на окно. Думаю, ну, будет, лежать, наверное, вместе съем. И было такое солнышко на окне. И, значит, короче говоря, открываю я шоколадку, а она там такая вся, почти плавает. В общем, жидкий шоколад получил. Вы, слушайте, она растопившаяся под солнцем шоколадка так быстро, вкусно, хорошо пошла с чаем, вообще не поверите. Там кусочек оставался, я её в холодильник убрала, думаю. Ну, там, конечно, была ещё такая-то фигня, которая, не помню, полностью она была фольга или не совсем фольга. Убрала в холодильник, думаю, она заморозится, и я её тут отскоблю. Нифига она не отскоблилась, я пришлось просто обламывать. Ну, короче, очень вкусная шоколадка. Это мне прислала подписчица. На меня, кстати, открытку посылала. Подписчица Женя из Питера, которая на самом деле не из Питера, но учится в Питере. Открытка у меня сейчас в той стопочке открыток, которую я однажды обозрю. Ну, у меня была такая идея, мне даже кто-то там в комментах в контактовой группе, посвящённой каналу, согласился, что да-да-лада. Есть стопочка чисто открыточек, а есть стопочка открыточек разными людьми когда-либо дарены. И вот я думала обозреть чисто стопочку открыточек, но думаю, может быть, и обозреть те, не показывая только, что там внутри написано, что там всё-таки личные как-то люди писали. Может, они не очень хотели, чтобы это всё на камеру говорилось. Короче, других открыточек. И вот тут шоколадиков закончились. Очень вкусное, спасибо, Женя. Так, что-то у меня тут ещё. А, вот, говорили, что хотят этот пакетик, чтобы я обозрела и сказала мнение. Я вчера вечером всё-таки его сварила, этот суп. Хотя я планировала днём, но у меня как-то вчерашний день такой вообще совершенно сумбурный был. В общем, это я покупала в пятёрке 68 рублей. 100-граммовый пакетик ели. Суп с белыми грибами и пастой. 100% натуральный, действительно натуральный. Что-то у меня тут папа подустала. Так, состав паста, там пшеничная мука и вода. Там такие круглые, маленькие макаронинки были. Варились раза в четыре, наверное. Грибы белые, сушёные, овощи зелец сушёные. В скобочках лук репчатый, лук зелёный, чеснок. Всё. Ну, туда я вот немножко посолила. И тут, значит, способ приготовления. Кипящий подсолёный бульон в воду. У меня был бульон с этой, с филе свиньи. Такой не особо жирный. Сыпать содержимое пакета варить 25 минут под крышкой на медленном огне. Снять с огня, добавить по вкусу сыр или сметану. И будет вам счастье. В общем, я добавила и сыр, у меня есть там тёртый, и сметана. Но я думаю, что надо не на литр. И вот у меня было полтора литра где-то этого бульончика. Я потом ещё кипяточку доливала. Очень густой получается. Эти макарошки дофига развариваются. И там действительно белые грибы. Короче, очень хороший вкусный суп. Так что люди... Ну, если вы, конечно, любите супер густой суп, то можете не добавлять там чисто на литр. Но мне кажется, литр вот этого бульона, он ещё что-то выкипает. Это будет очень густой. Ну, и типа тут на 4 порции. Я пока два раза его ела. Вкусный, советую. 68 рублей пакетик. Может быть, там по скидке бывает, когда... Вот мне попался просто 68 рублей пакетик. У меня закончилось... Тут ещё что-то осталось. Номер... Это Фаберлик у нас 8120. Офи Эрик. Сенсуэль. Парфюмированный гель для душа. Для женщин. Чувственный, нежный, как предвкушение праздника. Тут у нас было 150 миллилитров. Шесть месяцев после вскрытия. Это мне тоже из... Уже четвёртый раз, наверное, упоминаю. Лёльки из Тюмени. Из огромной её посылки. Короче, так бы он... Его на дольше хватило. Но я, значит, его открыла. Мне что-то так понравился запах. А у меня был в тот день очень тяжёлое общение с одним человеком, который доставил ещё несколько неприятностей. Вот эту неприятность приходётся сегодня решать. Сначала он сделал неприятность, а потом эта неприятность с его пенкой совсем разнеприятнее. Стала совсем жуткой неприятностью, скажем так. И я сделала себе пену с солью, с чем-то там ещё. И фигакнула несколько крышечек этого геля. Слушайте, такая шикарная пена. Так пахнет унисексовым ароматом смахивающим. Я не помню, какой Ферик пахнет. Был он у меня или не был. Ну, такой мужской немножко парфюм. Вот, знаете, такой дорогой, хороший мужской парфюм так пахнет. Или тот парфюм, который и женщинам подойдёт. Унисексовый, короче, аромат. Очень напоминает Эрис Нуар Ифрашевский, который вот снятость уже конкретная такая. Напоминает эликсир тоже Ифрашевский Буа Сенсуэль, где три аромата сочетаются вместе. И ванилька, и этот самый эликсир. Для меня он пахнет пластилином. И Эрис Нуар попутно. Потом ещё какие-то духи мне напоминают. Короче, тот самый аромат, который Лёле нравится. Вот она очень угадала с этим ароматом. Я его делала как просто гель для душа. Как гель для душа тоже очень хороший. Хорошо пенится, кожу увлажняет. Ничего там не сушит, не отваливается. Ничего нигде. Ну, в смысле, вообще всё супер. И потом у меня тоже был не очень хороший такой день. Ну, не то чтобы день был момент общения с непонятными и неадекватными людьми. Людём мужского пола был у меня момент общения. И, короче, в принципе, всё с теми. Я доделала просто, я туда соль туда кинула. Тоже Лёлькину, но она ещё не обозрела, потому что там ещё вот... Я думала её доделать, а потом обозреть. А потом подумала, ну, пусть стоит. Мало ли, ещё не доделала. Короче, Лёлькина соль была, потом вот этот гель, потом был отвар, трав и ещё какую-то фигню я что-то в воду капала. Кайфово так вообще. Вот так лежишь. Балдеешь. В общем, классная штука. Вот. Если что, советую. Ну, у меня, конечно, был немножко такой стрём, потому что у меня последние мои контакты с Фаберликом вызывали у меня, мягко говоря, аллергию. Но всё прошло удачно. Так что вот. Так. У меня закончился зелёный чайночь Клеопатры. Чайная коллекция. По-моему, его, опять же, кто-то задарил моей тёте, но он ей не пришёлся по вкусу, а я такой люблю. Он у меня когда-то был. И, в общем, она спросила, ты так выпьёшь? Я пью. А всё бы и нет. Ну, не выкидывать же хороший чай. Ну, чё такого. Дарит же мне Алёнка, допустим, в духе, которые ей не подошли. А мне нормально. А тут чай. В общем, крупный китайский зелёный порох с кусочками ананаса, папайя, винограда, с цветками мальвы, ноготков, лепестками розы, с откусом маракуйя. Короче, нормально, хороший такой чай свеженький, отбежающий. Вот. Эта фигня сломалась. Ну, на самом деле, эта фигня у меня была от другого какого-то моего чая. Я же раньше очень дофига тратила денег на чай. Ещё до того, как стала вести, снимать видео на канале, потому что канал у меня, в принципе, сам аккаунт существует аж дофига. С 2009 или 2008 года, я не помню. Но всякие такие, типа, отзывы с фотками я писала в ЖЖ и Форетик. В общем, вот. Он обычно был тут заделан. А вот эта у меня была от какого-то другого пакетика. Короче, вот. Теперь выкинется. Потому что она ещё тут мало сломалась. Пойдёт на переработку. Закончилась у меня, я ей помогла. Органик Китчен везёт же некоторым. Дизлайк сразу. Двойное очищение. Два дизлайка. Биомаска для волос и кожи головы. Куча дизлайков. Голубая клина и розовая соль. В общем, Органик Китчен от Органик Шоп. Органическая кухня от Органического магазина. 100 мл без СЛС, парабенов. Только пищевые натуральные консерванты. Ну, чё у нас тут состав? Аква-содиум хлорид. Какая-то ещё фигня. Ну, тут более-менее такой состав. Знаете, вот может её, конечно... Вот кому-то не нравится и фрошей. Кто-то говорит, что это парашка, да? Кому-то не нравится Гринмама. Кому-то, возможно, не нравится это. Знаешь, что много как-то везде периодически... Вот странно, я не знаю. Допустим, вот в таких баночках есть какие-то средства, которые я видела... Покупала там, допустим, в пластиковой упаковке, такой вот мягкой, 500 мл. Вот в пластиковой упаковке мягкой, допустим, 500 мл. Оно крутое, хорошее. Вот в такой. Чё они туда добавляют? Отвратно. Мало того, что оно мне не повезло ни о котором. Не знаю, чё оно очищает. У меня волосы после неё были вот... То ли стрим я какой-то вела из тех, которые едва удалил мне YouTube без предупреждения. Вообще непонятно по какой причине. И в техподдержке мне так и не ответили. Они объяснили, чё за нахрен. То ли я снимала какое-то видео с вечером. Оно вот вообще ну никакое. Ни пышности, ничего. Вот ощущение, будто я два дня голову не мыла. Сейчас я окачиваю волосы какими-нибудь разными отварами трав. Сегодня еловыми этими, не еловыми. Можжевеловыми иголочками. С ядотками несозревшими. Пышные хорошие волосы. Они у меня лучше выглядят. Они у меня блестят. Они мне даже иногда получается так, что... Да, волосы сейчас мыю всё ещё твёрдым шампунем. Салатый там скопота ещё осталось. Он дохрена экономичный. 212 удовольствием называется этот шампунь. Роза ли не такой, кругочек. Короче, иногда у меня получается так, что волосы до следующего дня. Раз-два дня я мою голову. Раньше я действительно мыла раз-два дня голову. Потом у меня долгий такой период. Лет 15-18 был. Что раз в сутки. Иногда 2 раза в сутки, если какой-нибудь трындец совсем. Короче, отвратная штука. Хватило мне её на 4 раза. Тут ещё что-то осталось. Вот такого она вида. Пахнет, конечно, очень вкусно. Не знаю, чем они таким ароматизируют, но вот у них все вот эти средства, особенно которые мне не подходят, очень вкусно пахнут. Двойная дача, двойное очищение. Подарите волосам умопрочительную чистоту и свежесть. Биомаска глубоко очищает волосы, кожу головы питает и наполняет жизненной силой. Чё она питает, я вообще не представляю. Может, у кого-то она чё-то питает. Короче, дикая, жуткая хрень. Я чё вот поняла, что или мне тупо не подходят эти средства от Organic Kitchen, Organic Shop или как-то так. Или чего-то там не настолько натуральное. Потому что, допустим, состав вот сравнить. И Фраше более натуральный состав как-то. Хотя там тоже как бы химия присутствует. Здесь, ну, его можно сравнить какой-нибудь каталожной косметикой. А вот здесь-то тупо химия. Ну, Фаберлике по большей части до хрена стабильно тупо химия. Там может какая-нибудь. Живая натуральная фигня в самом конце добавлена. Тут у нас вообще-то вся хрень. Ну, в середине у нас масло добавлено в фруктах каких-то. Так, дальше. И в самом-самом конце ещё какой-то органический травинок или типа того, видимо. Ну, может, что-то такое. Может, голубая глина добавлена в самом конце. Может, ещё что-то. Вот вначале какой-то экстракт, потом... Ну, то, чтобы где-то ближе к середине короче, всяких экстрактов добавлена. Отрадная штука вообще. Я чувствую, я тогда повелась на уговоры Ленке, делающуюся эту карту на Organic Kitchen в этом магазине Organic Shop. Но буду... Мне вот нравится в Organic Shop вот эта соль жемчужная. Вот она действительно крутая. Или сахар для ванны крутой. Вот это всё. Отрадная какое-то. Так, у меня закончился Фаберликовский Титровый Китай. Молочный улун. 15 пирамидок. Фаберлик. Чай. Действительно, кстати, хороший молочный улун. Хоть и в пакетиках. Ну, в смысле, в треугольниках таких. Тут был такой вот слюдиной пакетик. Пакетиков самих уже, соответственно, не осталось. Очень хороший. Зелёный чай. Мне этого пакетика иногда на полторы заварки хваталось. Средняя чашка. А если чашка 300-350 мл, то на одну заварку стабильно. Хороший, короче, чай внезапно. Ну, Ленка сказала, что он стоит-то у них там прилично. Это я так поняла, что она меня задарила, я не знаю, на день рождения или ещё на что. Короче, мы с ней не виделись, ибо она ко мне на день рождения по какой-то причине не смогла. Ну, а увиделись уже в конце апреля. У меня закончился, я просто решила обозреть. Принцесса Нури Цейлонский Пикоя. Чай чёрный, байховый, цейлонский, крупнолистовой. Вообще, я люблю средний листовой чёрный чай, но вот что-то как-то не было чая. Тут была в одном магазине на часовом, и увидела по скидке, купила. Причём он стоил примерно, ну, как-то вот, как, допустим, какой-нибудь Гринфилл. Мне не особо нравится. В принципе, и то, и другое, этот Орами Тренд, что Гринфилл, что Нурин. И внезапно очень такой хороший, качественный чай. Хорошая заварка. У меня там ещё немножко осталось в деревянном сундучке специально для чая. Включу, очень классный вкусный чай. Так. Я уже забыла, что тут надо нажимать на паузу, включать заново, потому что фотик у меня берёт только 29 минут. Пустые баночки за счёт моего говорения будут, видимо, длинные. Ну, всё равно монтаж там всё-всё. Короче, в общем, наговорила там на 22 минуты. Благо, вовремя глянула. Чтобы не смотреть и не переговаривать заново все эти следующие несколько минут я вот заново пишу. Короче говоря, вот у меня закончился органик китчен, овсянка сэр от органик шоу. Великолепно увлажняющий биогель для душа. Органические эстракты овса и белого винограда. Нет СЛ, не спорабинов. Состав вода, содиум, кокосульфат, глицерин, кокамидопропил, бетаин. Ещё какой-то химизм. Ещё какой-то химизм. Потом экстракт, скорее всего, чего-то там. Потом ещё один экстракт и ещё один экстракт. И ещё у нас масло какое-то. Потом опять химия, 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 химия. и какой-то еще органический эстракт в самом конце. В принципе, можно сказать, состав такой неплохой. Гель совершенно никакой. Гель на троечку. Мало того, что мне можете говорить, что тут офигительно натуральный состав, поэтому он плохо пенится. Есть очень хорошие травы сапонины, которые охрененно пенятся. Я это заметила, когда делала отвары, делала севаны. В каком-то видео я даже говорю, что там офигенная такая пена. Может быть, все в той же обзоре по ссылке от Лельки из Тюмени. Короче, пенится на трешку. Вы знаете, эти гели, вот мне не нравятся, Сенсос Эйвоновские, которые гелевые гели, Сенсос Эйвоновские. Есть кремовые гели от Сенсос, от Эйвонов. А есть и гелевые гели. Вот гелевые гели, они настолько хреново пенятся, сколько они леют, все равно пены хреново. Это то же самое. Я немножко его капала, даже чуть-чуть вот мне надо было что-то там вот в пену сделать для ван. Пену хреновую дают. Вот как гель для душа, он вообще отвратный. Не то, чтобы он что-то там, ну может он, конечно, если у вас кожа сама по себе не сухая, то ей не холодно, не жарко будет. Если она местами слегка сухая, то все равно придется каким-нибудь увлажняющим средством после душа пользоваться. Пах он почему-то как, знаете, химический ароматизатор, заменяющий шоколад. Где-нибудь вот гель шоколадный для душа бывает такой, как-то был в Арифлейме, и вот он так же отвратно пах совершенно не шоколадом. Тут точно так же пахнет. Я туда даже капала масло с эфирного лаванды, чисто так вот. Ну мне, короче, как-то было очень жарко, а мятного геля у меня никакого не было. Я туда капала несколько капель эфирного масла лаванды. Ну думаю, как-то освежиться. Надо, наверное, было дофига капель лаванды кинуть, потому что, ну, чуть-чуть вот так вот или чисто в руку капнуть это масло лаванды с этим. Вот, ну, как-то оно сочлось. Но эффекта нужного мне не дала. Какой завтрак выиграет ваша кожа? Восхитительная овсяная увлажняющая гель для душа. Его натуральные ингредиенты мягко очищают кожу и делают ее потрясающе нежной. Вранье. Органические астракты овса и белого винограда глубоко питают кожу, придавая им мягкость, бархатистость, насыщают витаминами, надолго дарят увлажнение и сияние. Ваша кожа скажет спасибо. Моя кожа охренела от такого. В общем, полнейшее вранье, полнейший дизлайк, полнейшее, мне кажется, не знаю, каким-нибудь обычным мылом. Да вот это мыло лучше увлажнять, чем вот это вот. Вот. Хотя оно как бы не вопит, что я офигительно натуральная косметика, кстати, журналы у них прочитала. Такое ощущение, что этот журнал для дебилов пишут его не особо умно. Потому что иногда такие обороты речи с кучей очепяток, куда у них редактор смотрел. В общем, как-то оно мне очень не понравилось. Вообще ни о чем. Не знаю. Вот у них был как-то хороший гель для душа, какой-то хороший даже шампунь вот в этих органик. Густой шампунь какой-то был. Вот действительно хороший был. Порошка какая-то. Еще одна баночка, точнее, пакетик этого, по-моему, не знаю, или Катюня словно, ну, в общем, не знаю, или моя тетя кто-то снова дарила, или это все-таки я сама покупала. Может быть, сама покупала. Лишневый пуэр чайная коллекция. Русская чайная компания. Хороший вишневый пуэр, там даже вишенка пару раз попадалась. Хороший, короче, вкусный чай. С плодами сушеной вишни. Дополнен вишневым ароматом. Ну, конечно, возможно, там какой-нибудь ароматизатор был. Но так вот чисто побаловаться нормальный чай. Хотя, я думаю, можно купить обычный сушеной вишни или сушеной клюквы. Я тут вчера купила сушеной клюквы в Атаке. Ну, не смогла я это обозрить, потому что у меня были слегка гости. Ну, и, короче говоря, я слегка поделываю, слегка не очень. И я, в общем, ела эту сушеную клюкву, поняла, что иногда, наверное, под видом сушеной вишни продают сушеную клюкву. Короче, взять сушеной вишни, взять пуэр какой-нибудь, фигачить заварочный чайник, заварить, и будет то же самое. Может, даже лучше. Причем, вот, у меня тут все полеет слегка. У меня закончился дикие ягоды, чай от Кантаты, яркий взрывной купаж на основе целойского, индийского и китайского черного чая с добавками, добавлением клубники, ежевики, малины и бузины. Честно, я не помню, кто мне его из подписчиков дарил. То ли Лена из Минска-Москва, то ли Диляра присылала, то ли девочка, которая ко мне приезжала, первая верующая в Лёльку, Ира, то ли еще кто-то. Поэтому, гамена сай, девчонки, или, может быть, мальчишки. Но, очень вкусный чай, короче. Вот, советую. Хороший, вкусный чай. Черный чай с ягодами. Может, он еще чем-то пахнет там. Ничем не пахнет. У меня закончилась, вот как раз про Ирку вспомнила, Эко-лаборатория, натурал и органик, мицеллярный раствор для снятия макияжа с лица и глаз, без красителей и отдушек. Это было мне от Ирки, которая подписчица, которая как бы зрительница, но не подписчица. Присылала она мне на моем имя в прошлом году коробочку красоты, мою первую коробочку красоты, Эко-бокс, отель-бокс, или как-то так. Ну, там обзор где-то есть, по-моему, даже обзор на эти средства, возможно, был. Хорошая мицеллярка. Вот так вот открывается, тут нормальный такой зазадок. Вроде ничем не пахнет. Хорошая, короче, мицеллярная вода. Ну, так как я удаляла исключительно макияж с губ, то нормально удаляет. У меня закончился гель для душа и ванны мандарины кедра. Насладитесь тонизирующим и бикантным ароматом мандарины и кедра. Это вот мне присылала. То ли привозила, то ли присылала. Ну, в общем, это, короче, подарок от той зрительницы Ирки, которая не подписчица, потому что у нее аккаунта на губле нет. По-моему, я их даже отдельно обозревала, те самые тогдашние еще новинки этого мандарина. Мандарины кедр. До сих пор вкусно пахнет. Вот там даже еще что-то осталось. Я его и пользовала как гель для душа, и пользовала как пену для ванны. Но пену, конечно, они не очень дают эти. Он сделан, кстати, в России под контролем Франции. Ну, в общем, обновленные плезирно-турки, без разницы, в Франции оно сделано или в России развивалось, а у них не очень такая пена для ванны, хоть они и позиционируются как гель для душа и пену для ванны. Вот раньше старые вот эти плезирно-турки, как пена для ванны, очень хорошие. Но если вам пена для ванны не особо нужна, а вы любите гель для душа, то довольно экономичный. У меня закончилось эфирное масло чебрец 17 мл, вообще я ему помогла закончиться, это эфирное масло косметическое чебрец, состав эфирное масло чебреца водорастворимое, что хочу сказать, это тупо ароматизированная водичка, может быть для бани это нормально, несколько капель капнула в баню не хожу, ибо мне там становится плохо, это в детстве я туда ходила у родственников, короче, вот такое вот, даже где оно тут, наверное, фирма, это есть, ЕТЭКС, я не помню, где я его покупала, то ли в Ашане, то ли еще где-то, короче, вот так вот, запомните, как вкус это выглядит, потому что у меня еще подобное было, может быть оно тут и есть, да, оно тут и есть, вот в таком дизайне, это не масло, это вода ароматизированная, у меня эфирное масло чайного дерева 18 мл, все то же самое водорастворимое эфирное масло, тоже вода ароматизированная, оно даже пахнет, знаете, оно не пахнет чайным деревом, оно пахнет каким-то вот, допустим, нет, это другие духи, вот Элизабет Арден, чайное дерево, вот это самое, духи, оно пахнет вот этими духами, допустим, еще подобные духи, кажется, были у товарища, если занавеска шевелится, то у меня кот, где-то куда-то шастал с балкона, походу, делал, вышел, на духи, как же, у Сальвадора дали подобные духи, такие были свеженькие, такие зелененькие, в Ашане тоже было вот это зеленое дерево, чайное дерево, в общем, оно пахнет вот этим вот, слегка кисленько-лимонно, свеженьким, но не чайным деревом, вот это у нас вообще пахнет какой-то травой, знаете, вот сено вы в деревне когда-нибудь были, или вот сейчас вот у нас сегодня вот этими фиговинами, косилками косили и траву, в общем, такой полускошенной травой оно пахнет, мне кажется, чеблес по-другому пахнет, у меня закончился Сибирска Апотека, дали тогда пробник, когда я купила, карту оформила в Organic Shop Organic Kitchen, жасминовый дневной крем для рук, густой хороший крем, не сказать, чтобы охрененно увлажнял, ну, такой, знаете, если у вас кожа не сильно такая сухая, не хочешь, чтобы ее масками увлажняли, маслами и прочим, то, в принципе, подойдет жасминовый дневной крем для рук, надушен жасминовым абсолютом для защиты и питания кожи, 12 активных ингредиентов из них, 7 магических травок и 5 масел, я думала, что там что-то еще осталось, но, видимо, оно уже все высохло, и он, я ожидала, что он будет пахнуть действительно жасминовым абсолютом, когда, допустим, где есть духи, может уже снятость тоже в ифраше, секретная эссенция, секрет, эссенция, секрет, эссенция, как я не знаю, у ифраше этот жасмин, и вот жасмин ифраше действительно пахнет жасмином. У меня есть сушеный жасмин с нашего куста жасминового деревни, я, в принципе, представляю, как пахнет жасмин, не знаю, какой тут жасминовый абсолют был, но тоже такое средненькое. У меня закончился то, что на кассе мне продали, и оно уже было просрочено, и мне потом еще писали, что типа, ну, если, допустим, до мая, то целый май можешь этим пользоваться. Минеральный крем-бальзам для ног, смягчение и питание, качество на 100% проверенное командой планеты органика. Верю, верю, возможно, в это действительно все проверяли, если вы этим пользуетесь. Вкрытие, после вкрытия 12 месяцев живет, объем 75 мл, 16 минералов мертвого моря, смягчение и питание. Экстракт товорского дуба и органический воск лаванды. Даже кошерный продукт, бла-бла-бла. Все вот такое красивое. Крышечку не откроешь. Тут оно уже задеревенело. Ну, такое действительно было, как бальзам. Такой крем-бальзам с средней жидкой консистенции. Эффекта вообще никакого не давало. Я не знаю, вряд ли это потому, что у него срок годности там заканчивался уже или еще что-то. Я думаю, он сам по себе совершенно не знает, что он там смягчает, что он там питает. В общем, вообще вот этот квартет из Organic Shop. Organic Kitchen. Вообще какая-то параша. Не, можете, конечно, писать, кому он там подошел. Это исключительно мое мнение. Но мне вот что-то очень редко, что из этого подходит. Мне кажется, Фаберлифт более эффективен. С учетом, что он не дохрена химический, чем вот это вот. Вообще я заметила, чем больше компания орет, что она офигенно натуральная, тем больше там всякая хрена тени. И чем она больше ламленная, тем она больше парашненькая. Допустим, крем для ног от Саванли был. Там дофига всяких масел. По-моему, очень свободный такой состав можно было, допустим, самим сделать. Он охренительно был, действительно хороший, увлажнял и все такое. А вот это вообще никакого. Хотя оно стоило 160 рублей, с учетом, что даже по скидке. То бишь я отдала 160 рублей. Знаете, я заметила, когда я с Аленкой хожу по магазинам, я кучу денег трачу на какую-то херню. Вот реально, хрень, фигню, говно какое-то. Когда я хожу одна, я покупаю себе что-то то, что нужно мне. Не знаю, с чем связано. То ли это потому, что она трендычит на духа. Ой, вот это копия, ой, вот это копия. И я давно с тобой хотела сходить вот это купить. Не, она, конечно, хорошая, клевая девчонка. Но, блин, когда я с ней хожу по магазинам, я покупаю всегда какую-то фигню. Если у меня подруга выключила, вот мы с ней приходим в магазин, правда не косметический. Я с ней тоже покупаю какую-нибудь фигню. Вот вместо того, чтобы сказать, Лёля, оно тебе не надо, у тебя столько дофига. Как-то я с ней купила халат. У меня сейчас 8 халатов. Люди, у меня 8 халатов. Не родня Сабирина дарит халаты. Мамина подруга Сабирина дарит халаты. И у меня ещё мной купленный халат. Или, допустим, я купила, нет, её тут, видимо, нету, клавиатуру, чехол-клавиатура для планшета. Там мало того, что обычная USB, у меня microUSB там вообще не подходит. И оно, ну, не сочетается с моим планшетом, ну, никаким местом. Оно у меня уже 3 года лежит, эта обложка. За 800 рублей покупала. Ну, мне там, типа, вообще делать нефига, вот пошла и купила. Называется. Короче, вот в этом плане мне люди вот в таком плане раздражают. Типа, Лёля, купи, Лёля, купи, Лёля, купи. Хочешь, чтобы Лёля купила? Купи за свои деньги и подари Лёля. Вот тупо раздражение. Чисто, ну, вот 4 средства, ну, ладно, вот это чисто пробник. Хрен с ним. 3 средства вообще в никуда, ни о чём хрен знает. Вот покупаю, допустим, гель для душа какой-нибудь фраше. Я знаю, что хочу купить в фраше какой-нибудь гель для душа. Знаю, что фраше мне подходит и нравится. Но остальное, когда мне рекламят... Особенно, если я не хочу и вежливо отнекиваюсь. Но при этом я никого не хочу обидеть. Если вы вдруг посмотрели, решили обидеться, это чисто ваша проблема. У меня закончились вот Ля Пти Требе Нуар. Маленькое чёрное платье, забыла от кого. Какая фирма, точнее. Очень вкусно пахли моим любимым Элис Нуаром. Такие полуфиолетовые были. До сих пор ещё пахнут. Хватало их, правда, на 4 часа. Хоть заявленное на сайте считала на 8. В общем, туалетная водичка, отдалённая с Украины, которая... Блок у неё, короче, посвящён путешествиям. Вот как раз вот это вот в начале было. Тоже от неё. Хороший аромат, люблю такой. В смысле вот именно не именно этот, а вообще именно такой аромат. Вот здесь вот такой же аромат похожий. В общем, хороший аромат, но не стойкий. У меня закончилось, вообще-то я бабуся своей дарила. Лесной ландыш. Вода-то туалетная. Туалетная вода, скорее всего, цветы России. У меня раньше этот аромат ассоциировался. Кошка сходила в туалет, не там, где надо. Баушка наругала кошку и прыскала очень сильно этими духами. Ещё одними подобным ароматом. В общем, у меня долго-долго лесной ландыш ассоциировался именно с поражениями кошки. А потом я что-то его тут открыла. Он так у меня пошёл. Тут где-то одна треть была этого флафона. И вообще так пошёл и так конкретно вышел. Круто. Вообще круто, очень вкусно пахнет. Я не знаю, есть у меня ещё какой-нибудь ландыш или нет. У меня, по ходу дела, закончились пустые баночки и пакетики. И, в общем, вот такой у меня видос слегка. Но, может быть, агрессивно-негативный каким-то оттенком иногда был. Буйных таких эмоций. Но зато, слушайте, лучше такие вот эмоции, чем... В общем, всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца. Всем хороших средств, чтобы они помогали и действительно соответствовали тому, что написано на упаковке. И они так... Ну и всем отличного настроения. Всем пока.